Продолжаем выпуск. Центр нейрохирургии в Новосибирске посетил профессор из Нью-Йорка. На показательных операциях в рамках второго сибирско-американского нейрососудистого симпозиума побывал и наш корреспондент Екатерина Новгородцева. Подобный симпозиум не первый в практике Центра нейрохирургии. Сюда ежегодно приезжают российские и иностранные светиломедицины. В программе встречат доклады от практикующих нейрохирургов и показательные операции. Разбирают сложнейшие случаи. Этот доклад был посвящен хирургическому лечению кавернозных ангиом ствола головного мозга. Профессорам очень четко были освещены все аспекты подхода к этим кавернозным ангиомам, потому что это патология, которая локализуется в самом центре головы. И по идее, по логике, к ней можно с любой стороны подойти. Но определенные подходы несут меньше травмы для пациента. Сегодня оперируют частично травмированную аневризму, которая уже принесла своему хозяину эпилепсию и ухудшила зрение. Аневризма встречается довольно часто. Проблема в диагностировании. Заболевание может сопровождать человека всю жизнь и никак себя не проявлять. Если появились какие-то симптомы, то, вероятнее всего, уже есть осложнения. Как правило, аневризму не удаляют. Большинство аневризм клепируют, то есть блокируют зажимами. Удаляют ее в крайне редких случаях, когда она травмирована. Или когда она очень большая, как та, которая оперирует сегодня. Потому что она создает чрезмерное давление на ткани головного мозга. В таком случае давление необходимо снижать. Во время показательных операций наши врачи делают манипуляции, а иностранный специалист наблюдает через монитор. После он может дать коллегам советы по лечению и рассказать о тонкостях работы в зарубежных клиниках. Такая операция идет около 7 часов. За это время докторам необходимо не просто устранить причину недуга пациента, но и обеспечить нормальное кровообращение. Для этого пережимают артерию, от которой идет сосуд с аневризмой. Если все хорошо, аневризму клепируют. Если кровообращение нарушается, хирурги фактически создают новое ответвление в лабиринте сосудов. Екатерина Новгородцева, Андрей Дулепов, Новости ОТС.